приветствую всех на своем канале это обзор хомтона ht16 пришел он сегодня посылочка свеженькая и первое впечатление о телефоне положительные распаковал его 10 минут назад кое-что успел установить из программ нужных мне в данном обзоре то есть это бенчмарки различные игры несколько программ youtube по установлен потому что по умолчанию его здесь не было и подключил интернет и так начнем мы с дизайна дизайн у нас вот такой вот видим что есть у нас такие вот рифленые рисунок даже не знаю что мне нравится больше прошлый hometown ht3 который является прародителем данного смартфона либо этот смартфон не могу вам сказать однозначно но мне hometown ht16 по дизайну задней крышки нравится больше чем ht3 только вот по моему диод стал меньше здесь будет собираться грязь что уже произошло и вычистить ее будет не так просто так здесь у нас есть кнопки естественно это все пластик никакой не металл кнопки нажимаются хорошо вход тугой как это и должно быть в принципе здесь микрофон передняя часть полностью идентична hometown ht3 я разницы практически не улавливаю разница минимальная смартфон немножечко меньше по толщине чем ht3 но я по субъективным ощущениям говорю так зарядка у нас гнездо для зарядного по моему хм там меньше третьем было сзади здесь у него у нас она спереди рядом с гнездом для наушников и так включаем наш смартфончик у меня скачивается игра асфальт пока что вот такой вот дизайн операционной системы давайте немножечко увеличу яркость яркость максимальная вот такая достаточно ли ее до достаточно хороший уровень значит обновление у нас новых нет вот смартфон пришел я проверил обновление их нет пока что обновление никаких не ожидается ближайшее время так android 6 версии смотрится это красивее чем было в hometown ht3 там android 5 версии был давайте начнем с тестирования камеры камера у нас я подозреваю что полностью перекочевала из ht3 только наверное немножечко изменили ее настройки или может быть даже другая камера но очень очень похожи автофокус точно также щелкает неприятно точно также создает впечатление дешевизны диод у нас больше не светит пятном как это было в ht3 но он намного слабее то есть его размеры меньше и соответственно светит он намного слабее света практически нет диода никакого фотографировать можно только с очень близких расстояний больше смартфон я думаю не будет способен режим супер мака проверяем ну вот минимальное расстояние до объекта снимаем это у нас примерно три сантиметра в hometown ht3 с этим было лучше значит камера скорее всего модуль камеры установлен другой не такой как был в ht3 качество фотографии но опять же таки если сравнивать с чем если сравнивать с улефон и 007 то качество фотографий конечно же хуже конечно же она хуже я бы сказал даже в разы светодиод отрабатывает только на очень приближенных объектах видны шумы но камера для макросъемки мне кажется более менее подходит относительно неплохо фотографирует но ввиду того что я уже как бы избалован бюджетниками с хорошей камерой это юми ром x это блоки а8 это улефон и 07 это blue бумаги хотя он стоит дороже конечно но как-то я избалован уже камерами мне хочется большего то есть холмтон стоит на месте и не прогрессирует в этом плане поэтому камера здесь для меня просто для галочки ее фактически нет ничего интересного на и не себя не представляет она здесь просто есть просто фотографирует кое-как ну ну и ладно и на этом как бы производитель не стал делать акцент да еще одно замечание по поводу нее это съемка теперь у нас будет только в hd режиме то есть 1280 на 720 full hd убрали фонтоне ht16 почему так я не знаю наверное чтобы выдвинуть вперед свой продукт под названием холмтон ht17 хотя он ему не конкурент я вообще не не могу понять плюс ко всему еще и убрали full hd видеосъемку вот вы сами можете увидеть что режим full hd тут есть только 640 разрешения и самая низкая 320 или 176 у разного у каждого производителя это по-разному далее есть вот такое красивое лицо beauty режим где камера будет сглаживать дефекты есть панорама есть ручной выбор iso полный экранный режим с максимальным разрешением фотоснимка в 4 мегапикселя так есть непрерывная съемка когда делается подряд много-много кадров давайте проверим как это работает ну и вот так 40 раз пока вы жмете 40 фотографий фактически зеркальный фотоаппарат да и вот вы можете делать из этого целое слайд-шоу если вам так будет угодно я не знаю где эти фотки подевались ну и что по поводу у нас стабилизации на видео стабилизация работает работает неплохо на ближних объектах работает хорошо на дальних объектах не знаю нужно тестировать на ближних отрабатывают повторюсь неплохо знаете в макро режиме относительно симпатичной фотографии для такой цены наверное неплохо кому-то и этого покажется достаточно здесь есть быстрая съемка это значит что очень быстро снимается фотография вот вы нажали и вот съемочка сразу же уже была произведена без задержки если вы отключаете этот режим фотография делается с некой задержкой вот вы можете наблюдать этот эффект без стабилизации снимает вот примерно вот так сейчас клиню это видео и вы сами сможете посмотреть его а затем продолжим обзор так на очереди у нас звук звучание динамики а а а так ну что сказать по поводу звука звук динамики по громкости примерно на 7 баллов это немного но это и не мало из 10 7 баллов из 10 звучит немножечко тише чем hometown ht3 субъективно мне так показалось может быть на один балл совсем незначительно звук в динамике качественней само качество звука оно качественнее чем в ht3 и я думаю что такая же тенденция будет наблюдать вернее я не думаю я надеюсь что такая же тенденция будет наблюдаться в наушниках конечно же я это проверю и в конце видео скажу точно так это или нет экран здесь повторил традицию hometown ht3 экран здесь очень качественный ну как для бюджетника для своей цены очень качественный экран в этом плане hometown был есть и будет я надеюсь прекрасным смартфоном бюджетным с хорошим экраном в котором хорошая цветопередача цвета немного немножечко тусклой по сравнению с прошлым экраном но это даже хорошо ваша голова не будет так сильно уставать от текста то есть я всегда больше радуюсь экраном без сильных таких вот едких цветов приближенные к натуральным оттенкам так не огс прослойка есть вот я ее вижу если повернуть вот так экран прослойка есть матрица ips соответственно не тфт тфт уже наверное нигде практически не встретишь и хорошо что не встретишь надеюсь когда то будет время когда будут устанавливать бюджетники матрицу amoled может быть лет через десять будем надеяться программы из коробки у нас это все было установлено youtube был установлен open camera blast установлена antutu был установлен вот такие вот у нас из коробки программы кроме 3d марка браузер свой то есть не шибко здесь богато всего придется устанавливать самостоятельно экран экран знаете мне нравится больше чем в комнате ht3 почему потому что здесь он оптимизирован по цветам и здесь немножечко больше четкость чем почти третьем мне так показалось мне экран нравится он качественный батарея 3000 миллиампер часов вы знаете что это много это хороший показатель надеюсь что честных 3000 миллиампер часов в комнате ht3 батарея держала прекрасно заряд за это смартфону я бы поставил только плюсы сплошные здесь пока не знаю скажу во втором обзоре я сравниваю с как его с каким-нибудь телефоном и там я скажу батарея лучше чем в ht3 она такая же или она хуже ну теперь остались наши ганчмарки которые я обещал запустить потому что заряд батареи на камере у меня скоро закончится если что-то не успею сделаю это во втором обзоре уже более обширном сейчас просто нет времени заниматься детальным обзором как я делал с другими телефонами мой вердикт по экрану экран из 10 на восьмерку камера из 10 на 4 но это для меня вам покажется что камера на пятерку возможно видеосъемка на тройку на двойку даже я бы сказал она вообще ни о чем диод не яркий слава богу что убрали хотя бы за свет розовый из диода как это было в ht3 на том спасибо но зато маленький диод здесь почти 16 он настолько маленький что в мощности ни на что не хватит то есть фактически диода здесь нету так что видеосъемка здесь ни о чем не знаю как она будет вести себя на улице но дергающийся автофокус которые на видео все время будет клац-клац прямо камеру я думаю это не совсем приятно будет по дизайну знаете бюджетное устройство бюджетность она проявляется люфт люфта меньше чем в ulefon u007 но какой-то он немножечко такой вот есть совсем капельку дизайн на пятерку потому что ничего здесь яркого такого броского нет это вот все будет я думал пачкаться суда будет забиваться грязь хотя я могу быть не прав просто мнение предварительно придется это все чистить все время я так думаю надпись вот это вот хонтон выглядит откровенно дешевенько видно что смартфон бюджетный маленький диод здесь вообще ни о чем могли бы уже совсем ничего не ставить зачем такой диод нужно было устанавливать по поводу производительности но я думаю что производительность абсолютно такая же как и во всех тех смартфонах которые были ранее у меня на обзоре с одинаковыми характеристиками это black ua8 это в любом а я несмотря на то что здесь два гигабайта оперативной памяти повторюсь для игр это никакой роли абсолютно не играет 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 роль видеокарта и процессор больше даже видеокарта все остальное не влияет практически на игру и оперативная память никак не спасет вас от того чтобы игра какая-то шла либо не шла вот иногда выигрыш будет совсем незначительный только в самых самых крутых играх которые требуют очень больших затрат ну давайте здесь введем данные ну давайте просто поедем уже что ли вот протестируем как себя ведет фон ну вот смотрите сами тормозить и тормозить комфортно вам не комфортно ну вот иногда можете видеть что он провисает ненадолго ну играть можно в принципе я просто не совсем классный игрок редко получается поиграть на смартфоне мы видим что иногда есть провисания незначительные в принципе если привыкнуть играть можно в асфальт антуту видите да что экран классный цвета у него хорошие углы обзора неплохие камера к сожалению этого не передает для бюджетника просто замечательно экран здесь меня порадовал в предыдущем хонтоне ht3 меня порадовал также экран и батарея очень порадовали здесь я думаю будет не хуже экран здесь лучше цвета не такие яркие как почти третьем видимо компания сделала выводы учла жалобы покупателей и сделала цвета менее пестрыми и более приближенными к реальной жизни наш конечный результат результатовый пик цитадель следующие что вполне неплохо по поводу звучания в наушниках оно ничем выдающимся меня не поразило пытается имитировать басы но низкие басы совсем низкие отсутствуют напрочь зато среднего звена басы присутствуют поэтому создается такая некая имитация присутствия басов как таковых вообще но звук в целом некачественный он громкий но до уровня улефон или лягу м5 он серьезно не дотягивает в качестве музыкального плеера я этот телефон могу рекомендовать только если у вас нет настоящего музыкального плеера если не прислушиваться то звук покажется вполне качественным для непривередливого пользователя он лучше чем был в ht3 на 1 балл из 10 звучание примерно на пятерку и и и